Книги довольно забавный предмет, никогда не знаешь, чего от них ждать. И я сейчас не про содержание. Например, поцеловать себя можно попросить аж на 400 страницах. Про безгрешность написать аж 800. В то время как смысл жизни поместится всего в 200 страницах. Причем про смысл жизни самая дешевая книга. Сегодня на книжных полках чего только нет. Несмотря на то, что 21 век время интернета, букинистические магазины посетителей не лишаются. За бумажным чтивом приходят люди всех возрастов. Фантастику я считаю в основном. Ну, Стивен Кинг и Джоан Роулинг, Гарри Поттер, он что-то перечитывал. Продавцы говорят, что за последние пять лет вкусы жителей Владивостока не изменились. Все так же люди предпочитают в основном зарубежную и отечественную классику. Примечательно, что выбор в книжном зависит от места его расположения. Например, в центре больше туристов, поэтому расходятся книги о Владивостоке. Мне просто захотелось почитать что-то про Владивосток. Какая-то местная писательница стала интересна. Самые популярные книги 2016 года, по мнению читателей России, это «Шантарам», его продолжение «Тень горы» и роман «Джоджо Моис. До встреч с тобой». За новинками следят в основном ученики старших классов и студенты. Сейчас в их кругах популярна книга «Валериан». Очень реагируют на экранизацию, очень хорошо берут, хотя книги хорошие, они много лет, но молодежь видит фильм и думает, что нужно прочитать. К слову, статистика говорит, что книги снова вернулись в моду. Молодежь стала читать больше, чем, например, пять лет назад. Причем неважно, бумажные или электронные варианты. Главное – содержание и понимание прочитанного. Как правило, у таких людей гораздо шире вообще сознание, то есть они мыслят шире, с ними интереснее разговаривать, потому что они могут поддержать абсолютно любую тему. Какую-то книгу даже обсудить. И ты обычно начинаешь с обсуждения книги, а заканчиваешь обсуждением каких-то жизненных ситуаций. Также продавцы отмечают, что последние несколько лет все больше появляется мотивирующих книг. Психология, бизнес-идеи, ключи к успеху и так далее. Но кассе их приносят, как правило, люди после 30 лет. В любом случае, жители Владивостока читают, а значит, общество роботов нам пока не грозит. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.